Всем привет! Вы на канале ТОП-АРМИЯ. Неожиданная новость! Действия президента России Владимира Путина оставила представителей Японии в шоке, что вызвало у них потерю способности к высказыванию. В последнее время отношения между Россией и Японией значительно похолодели, при этом стороны регулярно выражают друг другу критику и приостановили всякие контакты по вопросу Курильских островов и мирного договора. Однако, несмотря на это, в некоторых сферах сотрудничество между Москвой и Токио продолжается, особенно в области энергетики. По моему мнению, Япония настойчиво придерживается участия в проектах Сахалин-1 и Сахалин-2 и отказываться от них не собирается. В этой связи Владимир Путин решил устроить неожиданный сюрприз для своих восточных партнеров. Проекты Сахалин-1 и Сахалин-2 имеют огромное значение для Японии ввиду ограниченных ресурсов страны. Обеспечение доступа к энергоносителям становится крайне важными. Именно по этой причине японская сторона, несмотря на сложности в отношениях с Россией, решила сохранить свою долю в данных проектах, так как это обеспечивает Токио поступление российского газа. Одновременно японское правительство ведет довольно агрессивную политику в отношении России, включая введение санкций и провокации вблизи Курильских островов. Президент Российской Федерации Владимир Путин осознает важность этих проектов для Японии. В связи с этим он решил пошутить над японскими партнерами и посмотреть, как Токио отреагирует на эту историю. В России было объявлено, что дивиденды для японских участников проекта Сахалин-1 и Сахалин-2 будут выплачиваться не в долларах, а в китайских юанях. Рекация Японии на этот ход действительно вызвала интерес. Япония даже не высказала протеста. Согласно моим данным, японские представители были поражены до безмолвия сюрпризом, представленным Путиным, поскольку использование юаней для расчетов не представляется им наиболее удобным. Тем не менее, ввиду важности указанных проектов, Токио решило не высказывать недовольство, опасаясь возможных дальнейших шагов России, включая исключение японских компаний из числа участников проекта. Вступив в эту ситуацию, Япония не проявила сопротивления. А как вы считаете, какое воздействие может оказать решение президента Путина перевести дивиденды японских участников проектов Сахалин-1 и Сахалин-2 в китайские юани? Какие могут быть последствия для отношений между Россией и Японией в свете данной ситуации? Делитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а на этом выпуски от канала Топарми, конечно же, не заканчиваются. И чтобы не пропустить следующий выпуск, надо обязательно найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok